Добрый день, уважаемые зрители! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу вспомнить еще одну советскую актрису, которая терпела в браке побои от своего супруга. Это Светлана Смирнова, а обидчиком стал ее первый муж. Им надо не просто завоевать, покорить женщину. Ее надо потом обязательно уничтожить. Ого! А если у него карьера не складывается? Кранты. И так было с первым мужем? Да, к сожалению. Звезда фильма «Впервые замужем» актриса Светлана Смирнова не любит распространяться о своей личной жизни, так как первый брак считает неудачным экспериментом длиною в 20 лет. Она даже отказывается афишировать фамилию первого супруга, объясняя это тем, что это имя никому ничего не скажет, хотя он долгое время планировал стать знаменитым актером. Познакомились будущие супруги еще на втором курсе института, а ближе к выпуску расписались. Светлана на тот момент уже была беременна, и вскоре в семье родилась дочка. Супруг продолжал кормить жену сказками о скорой славе, но ничего для этого не предпринимал. Вместо этого он постоянно выпивал, закатывал скандалы и жил за счет жены. Актриса терпела и закрывала глаза даже на то, что муж поколачивал ее время от времени. Видимо, любила. Однажды у нее был шанс уйти к другому мужчине, но муж начал ползать перед ней на коленях и умолять остаться. Она сдалась, как говорит, ради дочери. И все продолжала мотивировать мужа на поиск работы. В итоге, поняв, что ничего не изменится, а лучшие годы упущены, актриса начала спиваться вместе с супругом. Наверное, это нельзя назвать алкоголизмом, но была такая вот пристрастия. Да, а кто не пил, называется. Не думать, отвлечься, уснуть. Она подурнела, ей перестали предлагать достойные роли. Хорошо, что к этому времени дочь уже стала взрослой и вытащила мать из этого болота. Мы прожили вместе почти 20 лет, пока дочка не сказала, мам, а может, хватит? На нее вся эта атмосфера тоже действовала не лучшим образом. Я собрала остатки сил и ушла, рассказывала актриса. Да, вот так и надорвалась, что покончила с собой. А когда меня откачали, я сказала, все, больше не могу, уходи, 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 уходи. Через несколько лет Светлана встретила, как ей казалось, свою настоящую любовь – актера Владимира Миронова. Он окружил ее заботой и лаской, которых ей так не хватало. Он так обласкал меня, он тоже описывал, ну просто, он был такой хозяйственной. Я вообще ни денег, ни магазинов, я ничего не знала. Он меня освободил от всего. Я была, ну, ну, подарок просто какой-то, как будто бы. Да, подарок, подарок, подарок. Актриса сразу расцвела и даже поправилась. Она снова снимается в кино и сериалах, выходит на сцену театра. Казалось, счастье было в кармане, но не тут-то было. Второй муж стал невыносим из-за того, что его карьера совсем не складывалась, особенно на фоне успеха в супруге. Думаю, это, конечно, просто бич. Мужчина, у которого карьера не складывается. Страшный человек. Потрясающе талантливый человек. Но он не своим делом, он занимался. Я пыталась ему сказать об этом, а он, оказывается, еще и обиду на это затаил. В 2015 году, когда Светлана Смирнова появилась в ток-шоу «Наедине со всеми», она дала понять зрителям, что снова свободна. А одна я осталась, когда мне лет 47 было. А дверь открыта. Пусть приходит. Там посмотрим. Теперь их семья – три одинокие женщины. Бабушка, дочь и уже совсем взрослая внучка Вероника. По словам актрисы, ее полностью устраивает сложившаяся в семье гармония. Сама Светлана Смирнова сейчас по-прежнему играет в театре, снимается в кино, любит путешествовать. И нашла себе новое увлечение – фотографию. Остается только пожелать артистке здоровья и долгих лет жизни. Я надеюсь, что жизнь предоставит вам возможность еще запечатлеть какие-то мгновения жизни, которые вас будут радовать. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Было интересно? Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на канал. С вами была Анна и Зеркало экрана.